В России появился новый вид недвижимости – самолеты гражданской авиации. Мы сейчас столкнулись с такой реальностью, я имею в виду гражданской авиации России, чего не было никогда. В России перестали поставлять самолеты, в России перестали поставлять запчасти для самолетов, Россию отключили от обслуживания, все западные компании Россию отключили от программного обеспечения. В стране-агрессорше происходит каннибализация самолетов. Их отправляют в небо без техосмотра и даже с отключенными тормозами. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Давайте откроем матрешку и узнаем, как санкции повлияли на гражданскую авиацию РФ. Мы пока в штопоре, пока в штопоре, и когда мы выйдем из этого штопора, вот это вопрос. И когда начнут падать самолеты российских авиакомпаний. Можно ли летать на самолетах страны-агрессорше? Этот вопрос задают себе миллионы российских пассажиров уже более года. Накинуты плащи и шляпы, а чемоданы покажем. Давай отнимемся у трапа, мы не увидимся уже. Не увидится уже — вполне реальная перспектива любого пассажира, рискнувшего воспользоваться услугами российских авиакомпаний. Связано это со многими факторами. Первый и самый главный фактор — это санкции. Большая часть российских самолетов сделана зарубежными компаниями — американским «Боингом» и европейским «Эйрбасом». До начала войны общий парк гражданских самолетов РФ составлял 1200 бортов. Из них свыше 60% принадлежат иностранным компаниям и взяты Россией в лизинг, то есть во временную аренду. Есть два типа лизинга — операционный и финансовый. Операционный — это когда ты берешь самолет в аренду, платишь за него, пока его эксплуатируешь, но у тебя нет права его выкупить, сколько бы ты ни заплатил. Большинство российских самолетов были взяты именно в операционный лизинг. И именно они перевозили 95% всех пассажиров. Из них 78 самолетов арестовали по всему миру сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Просто переходят всякие границы. Остальные самолеты российские власти решили оставить себе, то есть украсть. Ну и правильный сделок, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то мы с волками жить, поболчевыть. Как такое возможно? Да очень просто. Это же Россия — страна с узаконенным воровством. Хорошо видно, что номер, вот, 73668, он наклеен буквально. Его совсем недавно наклеили, потому что тут был другой номер, буквенный. С чем бы это сравнить, чтобы было понятней? У вас угнали машину, например, и взяли там номера, перебили, поставили ее на учет и получили документы. Ну хорошо, можно угнать машину и перебить номера. Но где взять запчасти в случае поломки? Ведь их российскому варью больше не продают. Проблема запчастей, наверное, будет решаться за счет параллельного импорта. Скажем так, есть много решений этой проблемы. Но министр транспорта врет, потому что способов всего два. Первый — так называемый серый импорт. Несмотря на запрет перепродажи деталей, дружественные третьи страны их России все же продают. Нелегально. Правда, в гораздо меньших объемах, чем до войны. И к тому же часто далеко не новые. Это известные вещи. Просто об этом предпочитают не говорить. Второй способ раздобыть запчасти — каннибализация самолетов. Но в целом почему нет? То есть, чтобы починить один самолет на органы, простите, на запчасти разбирают несколько других. Что, собственно, и происходит сейчас с парком краденых самолетов. В России, к слову, тоже легализовали каннибализацию самолетов. То есть их разбор на запчасти. И вот, например, совсем недавно у авиакомпании Якутия было четыре Суперджета. А теперь уже осталось два. Сухой Суперджет — самолет российского производства. Во всяком случае, так считают в России. Я всегда говорил, Виталий Геннадьевич, не да соврать, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники. Вот если бы мы это делали в предыдущие годы, может быть, и сейчас было бы полегче. Но насколько Суперджет российский — большой вопрос. Там процентов 70 иностранных комплектующих. Включая двигатель. Из-за санкций получить софт, программное обеспечение для двигателей Суперджета теперь невозможно. И не важно, Туполь, Боинг или Аэрбаз 300-й. Посмотрите, как он рулит по перрону, как взлетает. И поймете, не бывает некрасивых самолетов. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Но бывают самолеты, не прошедшие техосмотр и ремонт. Глубокий осмотр самолетов с тестированием всех деталей, исследованием конструкции на предмет коррозии, проверкой всех систем оборудования, включая двигатели, в России никогда не проводился. А у нас совсем другие подходы. В России просто нет ни ангаров, ни оборудования для таких осмотров. В прошлом году такую проверку должны были пройти 225 самолетов. В 2023-м — еще 244. Но они ее так и не прошли. А потому не считаются их производителями пригодными для эксплуатации. Совсем недавно, осенью прошлого года, Международная организация гражданской авиации, или ИКАО, пометила Россию красным флажком после оценки безопасности полетов. Теперь во всем мире только три такие страны — Либерия, Бутан и Россия. Единственная страна, которая могла бы стать ремонтной базой для России, — это Иран. Однако это государство уже 40 лет находится под аналогичными российскими санкциями и являются рекордсменом по количеству авиакатастроф на Ближнем Востоке. Даже если непредвзято смотреть на Иран как на ремонтную базу, это место слабо подходит для обслуживания западных лайнеров. Иран сам по себе летает на старых самолетах. Возраст его парка превышает 20 лет. Такое же будущее ждет и российскую гражданскую авиацию. Теперь краденые самолеты могут летать только над территорией России. Иначе будут арестованы и возвращены настоящим владельцам. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем зареги. Под крылом самолета, о чем-то поет, в зеленое море тайги. И даже если ты летишь не над Средиземным морем, а над морем тайги, все равно интересно, долетишь или нет. Самолет с двумя двигателями, да? Попала птица, и один двигатель заглох. У командира спрашиваем, что делать? Ну мы дотянем. А может лучше развернуться и сесть, в конце концов, на промежуточный аэродром сели. Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности. Ну а это, конечно, если самолет президентский. А если нет? У каждого самолета есть два бортовых журнала. В первый записываются поломки и отказы техники во время рейсов, заправки топливом и маслом. Во второй журнал заносится все, что связано с салоном, бортовым обслуживанием и аварийно-спасательным оборудованием. Но руководство авиакомпании в приказном порядке запрещает летчикам вносить какие-либо сведения о поломках в эти журналы. Логика железная. Нет записи, нет проблемы. Не работает противообледенительная система одного двигателя. Ты не можешь просто вылетать, например, с таким отказом. Или там, например, локатор не работает погодный. Такое тоже бывает. Летите, а там гроза, например. Здравомыслящие пилоты на это не пойдут. Хорошо сантехнику и водопроводчику. Если что не нравится, можно всех послать. А что же делать летчику? Здесь пошлешь не очень, да? Потому что летчику есть чего терять. В случае таком, когда пилот, например, как я уже рассказывал, скажет своему, например, начальнику, непосредственному там, командиру летного отряда или летному директору, скажет, что давай, мол, присылай мне официальную бумагу, я тогда полечу и так далее. В моей тоже авиакомпании человека сократили, написали ему, что он нелояльный, то есть склонен к конфликту. То есть все те люди, которые не хотят потакать вот этим вот, значит, предложением, таким интересным, да, в кавычках, они все становятся неугодными. Самолеты в РФ теперь выходят на маршруты, игнорируя грубейшие нарушения безопасности. Например, из двигателя выливается топливо, и это фиксирует экипаж. Но самолету приказано лететь, и он летит. Ну это же по факту жизни так и происходит. Или, к примеру, на рейсе неполный комплект кислородных баллонов. Но командир запрещает заносить эту информацию в бортовой журнал, чтобы вылет не задержался. Раньше за такое увольняли. А теперь это норма. Ни один пассажир, пребывающий в своем уме, не сел бы в такси без тормозов. А вот пассажиры аэрофлота – железные ребята. Потому что теперь самолеты этой авиакомпании летают с отключенными тормозами. Что тут скажет? Прости, господи, не ведают, что творят. Из-за санкций у перевозчика начались проблемы с заменой тормозов в иностранных лайнерах. А потому аэрофлот разрешил и вовсе деактивировать их. На начало августа 23-го самолетов без тормозов в компании 9. 5 Боингов, 777 и 4 Эйрбаса. Уважаемые пассажиры, вас приветствует экипаж нашего авиалайнера. Предупреждаем, у нас деактивированы тормоза. Санкции, сами понимаете. Поэтому наш самолет может случайно выкатиться за пределы посадочной полосы. Просим отнестись с пониманием. Можете пристегнуть ремни безопасности. А можете не пристегивать. Приятного полета! Голову на колени. Крупируйтесь, группируйтесь. Head on your knees. Break, break. Голову на колени. Head down, break, break. Голову, break. Крупируйтесь. За первые 9 месяцев 2023 года в России были зарегистрированы 126 летных происшествий и предпосылок к ним. В эту цифру входят катастрофы с участием гражданской, военной и частной авиации. Самолет упал. Боюсь туда подъезжать чуть-чуть. Ну не принимает небо российские летательные аппараты. Зато земля принимает. А поэтому вот вам наш прощальный совет, дорогие российские пассажиры. Паравод хорошо, пароход хорошо, самолет ничего, олени уже. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры подогнал «Симон»